Это официально. Мы теперь знаем точное местоположение и время следующего извержения супервулкана Йеллоустоун. И это вызывает великие опасения среди ученых и исследователей. Выводы сделаны на основе научных исследований и анализа данных, собранных за многие годы. Супервулканы, такие как Йеллоустоун, действительно представляют собой уникальные явления. И они называются так не просто для эффектности. Эти катаклизмы будут в тысячи раз мощнее, чем обычное вулканическое извержение, которое мы наблюдали в истории. Когда это произойдет, планета столкнется с масштабными и разрушительными катастрофами, которые изменят облик нашей цивилизации. Представьте себе, что произойдут землетрясения, повлекущие за собой огромные разрушения и подойдут толстые потоки магмы. А это вызовет облака пепла, которые закроют солнечный свет на долгие недели или даже месяцы. Небо станет серым, что повлияет на климат Мякуку и экосистемы на огромных территориях. У нас будет острая нехватка еды из-за невозможности получения полноценного солнечного света для сельского хозяйства. Самолеты не смогут летать, и транспортная инфраструктура окажется парализованной. Некоторые виды животных и даже целые экосистемы деревьев могут исчезнуть навсегда. Одна ужасная катастрофа будет следовать за другой, подобно падающим домино, ломая жизненный уклад миллионов людей и животных. Ужасные времена ждут нашу землю. И это не просто предсказание апокалипсиса, да, а научно обоснованный вывод. Но когда же все это произойдет? Не стоит паниковать. Вам не придется оставаться без ответов. Когда обычные вулканы извергаются, это всегда создает катастрофу. Но ее последствия затрагивают лишь те регионы, которые расположены близ эпицентра извержения. Если вы умножите разрушение от обычного вулкана на тысячи, то получите масштаб масштабного извержения супервулкана. Это, безусловно, влечет серьезные последствия для глобальной экологии и климата. Yellowstone представляет собой одну из крупнейших вулканических систем на нашем континенте и в глобальном масштабе. Он извергался три раза за последние два секвекодины миллиона лет, и каждый раз последствия были колоссальными. В последний раз это произошло 640 тысяч лет назад, и пепел окутал территорию, сопоставимую за размерами с половиной Соединенных Штатов. К счастью, на тот момент люди не жили на этой территории, но природа сильно пострадала. Это было катастрофическое событие для экосистем. Многие виды растений и животных так и не смогли восстановиться. Похожее извержение произошло около 74 тысяч лет назад, когда супервулкан Тоба в Индонезии вызвал глобальные изменения в климате и разрушил множество экосистем. Человечество тогда еле-еле выжило. По данным некоторых теорий, всего несколько тысяч человек смогли выжить в условиях вулканической зимы, но точные данные не подтверждены. Исследования показывают, что поскольку Йеллоустоун представляет собой вулканическую систему, расположенную на огромной территории национального парка, ученым было жизненно важно выяснить точно, откуда начнется первое возгорание. Это открытие поможет подготовиться к возможным опасностям в будущем. Ученые выяснили, что магма под Йеллоустоуном не накапливается в одном месте, а скрыта в нескольких отдельных подземных резервуарах, которые могут спонтанно активироваться. Резервуар, расположенный на северо-востоке Йеллоустоуна, рядом с живописным местом, известным как Сауэр Крикдом, считается самым рискованным для будущих извержений. Тут раскаленная магма соприкасается с горными породами мантии, которые находятся на большой глубине га... и высокая температура позволяет магме оставаться в жидком состоянии. Теперь представьте, что вы ставите кастрюлю с горячим молоком на плиту. Ничего не остывает, только нагревается. Из-за этого молоко вскоре может начать подниматься и выливаться из кастрюли. То же происходит с магмой под Сауэр Крикдом. Магма в этом источнике не охлаждается и в какой-то момент может начать вырываться наружу. Это будет напоминать сломанную трубу, из которой извертится фонтан кипящей воды. Но как ученые выяснили о наличии магмы. Резервуары магмы находятся на глубине около 6 миль от поверхности. Вся эта область исключительно горячая, и для исследовательских целей ученые использовали специальный метод, называемый магнитотеллурией. В процессе этого метода, вращающееся ядро Земли, создает магнитное подполе вокруг нашей планеты. Магма, протекая вокруг ядра, содержит много магнитных минералов, которые также создают свои собственные магнитные поля. Эта информация может быть улавливаемой специальными инструментами, которые фиксируют поля, исходящие от магмы как металлодетекторы, которые ищут потерянные ювелирные изделия на пляже. Применяя метод магнитотеллурии, они осуществили сканирование области Йеллоустоун и обнаружили четыре крупных резервуара магмы. Три из них излучали мощные электромагнитные волны, а в четвертом резервуаре, который находится на северо-востоке, ученые зафиксировали значительно более сильный сигнал от магнитного поля. Здесь и ожидается извержение, но, к счастью, не скоро. Скорее всего, это произойдет через десятки тысяч лет или даже сотни. Уф, вы можете вздохнуть с облегчением. Вулканический апокалипсис не ожидается в ближайшее время. Но как же ученые понимают, когда магма начнет свое извержение? У магмы нет таймера и вулкан не просыпается с будильником. Следовательно, магма протекает через поры твердой породы. Она похожа на губку для мытья посуды с множеством маленьких отверстий, через которые проходит вода. Магма проникает в эти поры и заполняет их. Для того, чтобы магма начала извергать себя наружу, она должна заполнить как минимум 40% этих пор. В настоящее время заполнено только около 20%. Но горячие породы продолжают нагревать магму, поддерживая ее в жидком состоянии, что позволяет ей также течь между парами. В какой-то момент она соединится с другими резервуаром жидкой магмы и образует большой поток, который поднимется на поверхность. Как мы можем предотвратить это? Кажется, решение здесь охладить магматические породы, но сделать это невозможно. Они находятся глубоко, на расстоянии нескольких миль. Они раскалены, и их слишком много. В любом случае, попытка охладить часть ядра Земли звучит как очень плохая идея. Все, что мы можем сделать, это принять, что у природы есть свои планы, и своим не занять. Если извержение произойдет через десятки или сотни тысяч лет, то, возможно, человечество найдет способ решения этой проблемы. Если же нет, то нам следует подготовиться к последствиям. Гигантская глобальная катастрофа начинается с мощного большого взрыва. Извергающаяся магма производит гигантское количество пепла. Мощный выброс энергии разрушает земную кору над резервуаром магмы, ведя к образованию гигантской кальдеры. Вы, вероятно, видели огромный кратер в вулкане. Это и есть кальдера. Прежде всего, стоит заметить, что природное бедствие такое громкое, что оно оглушает всех находящихся рядом. Ударная волна поднимает пепел и пористые камни на скорости, превышающие скорость звука. Вулканические материалы достигают невероятных высот всего за несколько минут. Затем этот столб пепла начинает раскрываться и погружает огромную территорию в темноту. Раскаленные частицы в нижней части падают под своим весом и нагревают окружающий воздух, что делает дыхание практически невозможным. Раскаленные куски пористого камня и пепла поджигают окружающую среду. Эта горячая масса превращается в пирокластические потоки, которые уничтожают и сжигают все на своем пути. Леса, дом, дороги – все превращается в уголь. Самолеты не могут летать в этой зоне. Микроскопические частицы могут попасть в их двигатели и вызвать катастрофические ситуации. Кроме того, невозможно видеть внутри такой темной, серой горячей облачности. Это также вызывает повышенную опасность для вождения автомобилей. Вулканические частицы могут сжигать шины, что приводит к катастрофическим последствиям на дорогах. К счастью, благодаря сейсмическим технологиям люди заранее узнали о предстоящем извержении, поэтому все жители успели эвакуироваться. Столб пепла, который достиг границы космоса, продолжает расширяться в разных направлениях. Ветер способствует разнесению вулканического пепла. Огромное облако в форме парашюта появляется над территорией Йеллоустоуна, увеличивая свою площадь и погружая огромное пространство в горячую тьму. В течение первых 24 часов пепел охватывает большую часть Соединенных Штатов и части Канады. Это приводит к отключению электроэнергии, загрязнению водоемов и уничтожению урожая. Затем начинаются дожди. Вода смешивается с пеплом и падает на землю в виде серой грязи. И не забывайте, что эта грязь также ядовита. Пепел содержит ртуть, мышьяк, свинец и другие тяжелые металлы в больших количествах. Такие токсичные массы отравляют реки, азиары, терроризм, землю и воздух. Вся эта катастрофа была сопровождалась постоянными извержениями вулкана, отдающими магму, пепел и пористые камни. Извержения могут длиться несколько недель или даже месяц. И это только начало. Пепел вскоре начнет оседать, однако диоксид серы, выделяемый во время извержения, продолжает распространяться по атмосфере. Этот газ смешивается с атмосферным водяным паром и образует аэрозоль из мелких частиц. Все это покрывает планету, подобно вуали. Эта пелена затрудняет прохождение солнечных лучей, что снижает температуру на поверхности Земли. Эти события вызывают резкое охлаждение на несколько градусов по всему миру. Фермеры теряют огромное количество своих посевов, что ведет к голоду. Цены на продукты растут, а экономики стран стремительно разрушаются. На планете может наступить массовый голод. И человеческая цивилизация может погрузиться в хаос. Через несколько лет температура начнет постепенно подниматься. Но потребуется, как минимум, несколько десятилетий, чтобы вернуться к существующим нормам, с которыми мы сейчас знакомы. Как же изменится человечество к тому времени? Конечно, мы выживем. Однако нам придется восстанавливать наши города, деревни и сельское хозяйство заново. Сообщество будет сталкиваться с новыми вызовами, необходимостью пересматривать свои способы жизни и адаптироваться к новым климатическим условиям, которые непременно появятся после такого разрушительного события. Но не бойтесь. Если ничего не зависит от нас, давайте просто наслаждаться каждым днем жизни. Каждый момент важен. Будьте благодарными и старайтесь помогать друг другу. Поддержка и забота друг о друге даже во время вулканической зимы станут гарантией того, что человечество выживет и сможет восстановиться. Это все на сегодня. Если вы успокоили свое любопытство, поставьте видео лайк и поделитесь им с друзьями. Если хотите больше информации, просто нажмите на эти видео и оставайтесь с нами. Мы всегда рады вас видеть.